Владимир, добрый вечер. Добрый вечер вам, у меня добрый день. Приятно вас видеть, Дмитрий. И начну с традиционного приветствия украинского «Слава Украине». Героям слава, спасибо. Вы находитесь в Канаде. Я говорю это для наших зрителей, многомиллионной нашей аудитории. Вы человек, который много лет был сотрудником 5-го управления КГБ СССР. Сколько лет вы отработали в КГБ? С сентября 1972 до 1 октября 1991. Ну, 19 лет. И вы известны также во всем мире своими знаменитыми книгами. Одну из которых публиковал сайт Гордон в свое время. Я не мог оторваться. Оторваться не мог, честно вам признаюсь, от того, что вы там написали. Мы сегодня поговорим о многом. Я должен сказать, что наше интервью, которое мы записывали буквально пару лет назад, набрало 4 миллиона 200 тысяч просмотров в Ютубе. Позвольте поправить вас, Дмитрий. Я периодически проверяю 4 700 с небольшим. О, вот так. Извините. Значит, продолжает набирать. Да. 4 миллиона 700 тысяч просмотров. И вы знаете, у меня к вам очень много вопросов. И я вот с чего начну. Я рад этому. Вот нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин выходец из вашей системы. Он фактически создал систему руководства и управления России, состоящую из сотрудников КГБ, ФСБ России. Скажите, пожалуйста, можно ли было, на ваш взгляд, и нужно ли было начинать войну против Украины? Вот сегодня все говорят, что он просчитался. Вот почему просчитался? Во всем. Во всем. Для того, чтобы начать эту войну, нужно просто было выжить из-за мапы, по моему глубокому убеждению. Но прежде всего, не было для этого оснований и у Путина, и у России. Без того, так сказать, беззастенчиво захватили Крым и восток Украины. Это, прежде всего, на мой взгляд, имперские путинские амбиции. Я, вы знаете, для себя его называю паршивым внучком товарища Сталина. У того были, так сказать, вот такие же амбиции по возможности всемирного захвата территории, овладения мира. И у этого, так сказать, паршивого внучка вот такие тараканы в голове. А безумие хотя бы потому, что, и как выясняется на сегодняшний день, Россия попросту и не готова к этому. И более того, просчеты начинались с того, ну и сама, собственно, с самого начала агрессии. То устремились к Киеву, захватили Бучу, Гостоминский аэропорт. Потом, получив там серьезный отпор, принялись в сторону Харькова. Потом Чернигов, потом Сумы. Потом Мариуполь и Мелитополь. Ну, Херсон изначально. Самое настоящее шараханье, то есть четкой представляется программа действий по этой агрессии, не было. И не было расчета на то, что Украина окажет вот такой решительный и мужественный отпор. Безусловно, был расчет на слабость Украины как таковой, ее экономики и армии, как представлялось российскому руководству, частности, самому Путину. И поэтому, так сказать, все это безумие и началось. Кроме как безумие, я не могу это назвать. Я думаю, что и любой разумный человек применит то же самое определение. Самое настоящее безумие. А уж о жестокости и говорить не приходится. Беспрецедентно. Хорошо. Я спрошу у вас, как у ветерана КГБ. Скажите, Федеральная служба безопасности России должна была предоставить Путину полный лучший анализ накануне вторжения? Должна была объяснить, что ждет Россию? Ну, по-видимому, как мне представляется, прежде всего, хотя и вы об этом тоже не раз говорили, о наличии агентуры бывшего КГБ, ФСБ, внешней разведки российской в Украине. Но в то же время, видимо, та информация, которая предоставлялась руководству России, подбиралась тенденциозно для того, чтобы показать, что да, действительно, Россия в случае вот этой спровоцированной агрессии может легко добиться успеха. И этому же вторили, кстати говоря, как ни странно, возможно, это покажется, российские пропагандисты. Та же, так сказать, Симоньян, пресноизвестная, заявила в случае горячей войны, что там Украина. Пару дней, и, так сказать, вопрос решен. Целый ряд других пропагандистов, то ли, всему тому же, что все это будет легко происходить. И, естественно, все, так сказать, в этом плане и ошиблись. Прежде всего, информация, которая располагалась руководством России, как это очевидно сегодня, была либо сфальсифицирована, либо намеренно преподносилась таким образом, которое могло понравиться при все Путину. Мы легко, так сказать, достигнем тем цели, которые ставятся, и все будет, так сказать, именно так, как мы планируем и хотели бы. Что же за систему выстроили сегодня, ФСБшную систему в России, если они просто потерпели фиаско? Если они толкнули Путина туда, куда он сам хотел пойти, но они его не остановили? Ну, дело в том, что еще это, так сказать, российские традиции. Когда кто-то наверху, царь-батюшка, генсек, нынешний, так сказать, Путин, чего изволите? То есть, заведомо подготавливается информация та, которая понравится. Именно понравится. Потому что, если сказать правду, неизвестно, как, так сказать, хозяин на эту правду среагирует. Можно заменить на того, кто будет говорить то, что желаемо услышать. Я думаю, что, прежде всего, проблема в этом. Сегодняшняя ФСБ, вот как вы считаете, она лучше, чем КГБ в советское время или хуже? Вы знаете, честно говоря, вот однозначно ответить сложно, вот по какой причине. То, что эта организация коррумпирована, никаких сомнений на этот счет не может быть. Потому что, в основном... КГБ не был коррумпирован? Нет. Как это ни странно покажется, хотя были, так сказать, на этот счет суждения, я могу твердо заявить, что коррупции в КГБ не было. Если она имела место, то она мгновенно подавлялась. Даже никому это и в голову не могло прийти. Да и возможностей для коррумпирования КГБ в той части, как она существовала, не было. По крайней мере, я говорю о центральном аппарате, в котором я все 19 лет и проработал. Нынешняя ФСБ, конечно, коррумпировала. Но в то же время, если посмотреть, как быстро раскрывается ряд преступлений, например, террористического характера, уголовного, достаточно быстро. Благодаря новым технологиям, безусловно. Телекамерам, распознавании лиц и все прочее. То есть, профессионализм в целом не утрачен. Но то, что организация коррумпирована, я думаю, сомневаться в этом не приходится. Сегодня говорят о том, что одним из основных закоперщиков нападения на Украину был именно бывший руководитель ФСБ, а сегодня руководитель Совета Безопасности Патрушев. Что вы можете сказать об этом человеке? Ну, лично я с ним не знаком. Он, так сказать, трудился в Питере. И в большей степени я о нем узнал уже, живя в эмиграции. И я думаю, что это оголтелый ястый, прежде всего. Вот просто оголтелый ястый. Именно же этот человек первым озвучил возможность допущения термоядерной войны. Пусть ограниченной, как угодно, но именно он. И если вспомните, вы в ряде интервью об этом упоминали, заседание Совета Безопасности, когда Путин всех, так сказать, допрашивал, у него никаких колебаний на этот счет не было. В отличие от Нарышкина, который несколько замялся. А у этого ястый бы, так сказать, сомнений никаких не было. И я допускаю, что именно он действительно в определенной степени инициировал. Ну и Путин, вряд ли, этому, так сказать, сопротивлялся, скорее наоборот. Наоборот, он, так сказать, это все благостно воспринимал. Да, конечно, мы сейчас, так сказать, разберемся, наведем тот порядок, который нам кажется, так сказать, правильным. Я имею в виду часть Украины. Состояние российской армии вообще удивило, ну, меня удивило, ладно, оно удивило видавших виды экспертов. То есть, в мире еще думали, что это, наверное, мощная армия, что это там такие технологии, такая техника, такая железная воля у солдат и офицеров. А на поверку это оказалась какая-то огромная потемкинская деревня. Вы могли представить себе, что до такой степени там все разграблено и утеряны все традиции? Ну, части традиции, затрудняюсь сказать, вы и сами в армии служили, в советской. Помните, какой она была. Я-то уже три года отслужил, поэтому ее и представление. Но, правда, это уже прошло более 50 лет. Могло измениться и к лучшему. Это очередной, безусловно, колосс на глиняных ногах. Притом, мало того, что на глиняных, еще и совсем подкосившийся, можно сказать. И, опять-таки, благодаря той колоссальной, так сказать, коррупции, которая, как выясняется теперь, царит в российской армии, когда генералы армии, генералы армии, высший, так сказать, генералитет беззастельчиво разворовывает свою собственную армию. Кстати говоря, начиная с министра обороны, как его называют, а не его, да Шойгу, вот, и его первый заместитель, и все прочие. Беззастельчиво воруют. Поэтому, естественно, и армия такая. Такая армия. Какая страна, такая армия. Я думаю, что Путин ориентировался на то, что коллективный Запад, как это было в случае с аннексией части грузинской территории, с аннексией Крыма и развязыванием войны на Донбассе, что коллективный Запад в очередной раз, грубо говоря, промолчит. Выразит коллективную обеспокоенность, глубокую озабоченность, солидарность с народом Украины, и на этом все. И вдруг мы увидели, как Соединенные Штаты, Великобритания, другие страны, Польша, проявили небывалую солидарность с Украиной и стали поставлять конкретно оружие. Причем такое серьезнейшее оружие. Вы могли предположить, что так будет происходить, а не иначе? Ну, дело в том, что если вспомнить целый ряд выступлений Путина, он в отдельных случаях пытается представить себя как на таком истории, а историю-то он не знает, как выясняется. То есть, тот же Сталин в свое время говорил, хотя и в песнях советских пелось того сталинского периода времени, и пропаганда такая была, малой крови на чужой земле, но в то же время, когда у Сталина спрашивали о возможности превентивного удара по Германии, он тогда говорил, тогда против нас объединятся другие страны. Если бы Путин знал историю, он бы, так сказать, мог бы подумать об этом. И более того, если вы помните, я, честно говоря, с удовольствием признаюсь в том, что я ошибался. Помните, в предыдущем нашем интервью вы меня спросили, как, я думаю, возможно, что Украина вернет себе Крым и Донбасс. Я сказал, что в тех условиях не представляется возможным. Представить Украину, воюющей с ядерной державой, было бы в тот период времени просто затруднительно. И если бы Украина начала или нанесла бы превентивный удар, может быть, помощь объединенного Запада была бы не такой мощной, как сейчас. И первоначально, если вы помните, в начале агрессия российская, она была, как бы, потихоньку, как бы, раскачивали западные страны в предоставлении действительно необходимого вооружения Украине. Поначально бронежилеты, каски и все прочее. И постепенно, постепенно дошли до современного, так сказать, вооружения, которое действительно мощно противостоит российской агрессии. Путин, безусловно, опять-таки, в силу того, и незнания истории, и, видимо, не обладая глубоким умом, на это попросту не рассчитывал. Очень важный вопрос, исходя из моего личного многолетнего и многочасового общения с руководителями украинских спецслужб, с украинскими президентами, с разведчиками, с представителями западной разведки, с представителями КГБ в том числе, я могу упомянуть генерала Калугина в частности, из тех, кто разрешал их упоминать. Я сделал вывод и много лет говорил об этом в открытую по украинскому телевидению. О чем я говорил? Я говорил о том, что абсолютное большинство руководителей украинских спецслужб, большинство министров обороны и вообще людей, принимающих решения, глав администрации президентов разных, являлись агентами Российской Федерации. Я говорил о том, что до сих пор на самом верху, и в политическом руководстве, и в военном, и в руководстве спецслужб, есть люди, являющиеся агентами Российской Федерации, которые опутали Украину как спрут. Вы были в КГБ признанным мастером вербовки. Через ваши руки прошло огромное количество известных всему Советскому Союзу людей, которые были агентами КГБ СССР. Вы хорошо разбираетесь в вербовке, в принципах вербовки и в том, как это происходит на самом деле. Скажите, пожалуйста, Украина действительно была так опутана сетью КГБ, а позднее ФСБ России? Ну, спасибо за оценку моей бывшей профессиональной деятельности. Без ложи, скажу, я действительно был неплохим, так сказать, агентом, оперативным работником, агент-туристом. Что касается Украины, я даже здесь несколько обобщенно бы ответил. Я думаю, что все бывшие союзные республики Советского Союза были в подобном положении. Ну, Украина как наиболее экономически мощная из числа их, плюс западная, так сказать, союзная республика. Поэтому была, так сказать, подвержена, видимо, большему, выделялось большему вниманию агентурного проникновения. Но думаю, что тенденции были, в общем, общие. Да, наверное, это так. Но в то же время, я с удовольствием это отмечу, несмотря на наличие и в настоящее время агентуры и влияние, в том числе, российского, в украинском обществе и в политических элитах, тем не менее, Украина, я вот постучу по деревяшке здесь, это вот такая, так сказать, примета, чтобы не сглазить, Украина одерживает победу, и она победит, безусловно. Несмотря на все это, так сказать, противодействие тех, кто действует в интересах России в настоящее время в Украине. Вы победите, у меня нет никаких сомнений, не только у меня. Потому что народ, воюющий за свою свободу, победить нельзя. Даже если, не дай бог, опять-таки просчет. На что же нужно было рассчитывать? На момент, кстати говоря, это тоже общеизвестно, при наступлении, как правило, наступающая сторона должна иметь перевес по всем показателям, начиная с живой силы, минимум в три раза. На момент вторжения России в Украину, примерно был паритет с украинскими войсками. И захватить одну из крупнейших европейских стран с 40 миллионным населением. И более того, если даже, к примеру, представить, что этот захват оказался удачным, удержать эту территорию под своим влиянием, да попросту невозможно. Это какие силы нужны? Это просто выжить нужно было из ума, чтобы Путин и сделал. Он показал, что он конченый, так сказать, безумец. По-другому никак его не назвать. Притом безумец, не считающийся не с человеческими жертвами, как из числа Украины, в отношении которой устроена была эта агрессия, так и из числа тех, кто гибнет. И российские солдаты, и экономика России идет абсолютно, так сказать, даун. То есть она рушится, и это отражается на судьбах людей его страны, путинской. И в итоге его сметут попросту. Сметут и проклянут, как украинский народ, так и проживающий на территории России на века, на долгие. NFT Супер Гордон. Крыса Путин пошел вон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего 3,5 тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супердронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт SuperGordonNFT.com и следуйте простой инструкцией, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В инстаграме на SuperGordonNFT и в телеграме на канал SuperGordon. Супер Гордон, умные и продвинутые, уже там присоединяйтесь. Владимир, я не могу не спросить о российской пропаганде. Конечно, то, что мы наблюдаем, это чудовищно. В течение целого ряда лет тотальное оболванивание российских граждан, мало того, распространилось оно еще на страны цивилизованного Запада. Потому что практически нигде российские телеканалы, федеральные телеканалы не отключены. И народ пьет эту мутную воду, просто не отрываясь. Скажите, пожалуйста, вот такие столпы, как Соловьев, я не знаю, Скобеева, Симоньян, Дмитрий Киселев, Попов. Такие столбы пропаганды российской. Они отношения со спецслужбами имеют или отношения к спецслужбам имеют? Я начну, если не возражаете, с последних фамилий, которые вы упомянули, Скобеева и Попов. Если вы помните, наверное, вы помните, свадьбу свою отмечали в Соединенных Штатах Америки. Там, где они и работали. То, о чем мы говорили с вами ранее в этом интервью. На длительный срок, если выезжают, можно не сомневаться. То есть, это стопроцентная агентура, либо внешней разведки на тот момент, скорее всего, потому что они уже там работали, а может быть, до выезда были, поэтому вопроса здесь нет. Что касается непосредственно Соловьева, так этот деятель, окончив институт стали и сплавов, поехал в Америку в 90-м, в 91-м году преподавать экономику. Великий экономист, господин Соловьев. Да, я не знал этого. Ответ также однозначный, конечно, агент, безусловно. Поэтому они так и заливаются. Что касается Симоньян, очевидных признаков нет, но она из этой же поганой породы. Дмитрий Киселев? Дмитрий Киселев, здесь особая история, кстати, я об этом книжке тоже пишу. Человек 8 раз, вы, по-моему, дважды женаты. Да, наверное, даже трижды. Трижды, я дважды. А Киселев 8. Молодец. Восемь раз, человек женился. Ну, как это так? Плюс в советские еще времена. А когда вы помните советские времена, если разводится, морально неустойчив. А он при этом благополучно делает карьеру. И, насколько я тоже помню, сейчас я уже четко не вспомню это, но в книгах есть. И, по-моему, тоже он за границей потрудился. То есть, тоже агентура, безусловно. Единственное, из этого ряда отчасти выпадает, то есть, нет очевидных признаков, по которым можно, так сказать, определить. Ну, хотя, конечно, сволочь какая они. И еще, может, и больше. Еще, может быть. Хотя, в последнее время они стали прозревать. Недавно Скайвеева сказал. Но мы не предполагали, что столько стран против нас объединятся. Мы не думали, что такая война будет. А какого черта вы эту войну затеяли, идиоты? А ее супруг тоже в одном из эфиров недавно разразился. У нас же ничего нет своего. Все зарубежное. У нас скоро летать не есть, не будет. Сапсаны перестанут ходить, говорит. Машины перестанут. Ничего своего. Да, да, да. Бедные. Прозрели. Прозрели. А Симоненко призывает, надо прекратить врать. Да вы все время этим занимаетесь. Владимир, возвращаясь к агентуре. Скажите, пожалуйста, на чем вообще вербуют людей, которые занимают или собираются занимать ключевые посты государства? Ну, понятно, есть идеологические люди, да? Ну, я понимаю, что в Украине жило и живет достаточное количество людей. Кто-то ностальгирует по Советскому Союзу, кто-то считает себя русским. И все это украинское самосознание ему чуждо. Это украинское государство, государственность ему чуждо. Я это допускаю. На чем еще вербуют такую ключевую агентуру? Ну, дело в том, что, Дмитрий, не обязательно она должна быть ключевой. Еще агентуру тщательно выращивают. Выращивают заботливо. То есть, если человек представляет интерес для спецслужб тем, что он неординарный, он амбициозен, хорошо образован, у него неплохо складывается карьера, ему в становлении этой карьеры помогают. Помогают и выращивают. А когда уже человек достиг определенных высот карьерных, либо в бизнесе, либо в политике, он, естественно, чувствует благодарность всем, кто его вырастил, кто помог достигнуть этих позиций. Что касается вербовки как таковой, не бывает двух одинаковых вербовок. Это исключительно индивидуальный акт, потому что каждый человек это индивидуален, необходим, так сказать, индивидуальный подход и установление психологического контакта. Я вот в прошлом интервью не стал рассказывать об очень показательном, на мой взгляд, так сказать, примере, потому что я упомянул покойного Можейка, и человека, который я могу упомянуть еще, это тоже давно этого человека нет. Но процесс становления агентурных отношений, он весьма показательный. Если вы сосчете возможным, я расскажу, это займет несколько лет. Пожалуйста, это интересно. В литературной газете, которую я курировал в тот период времени, это середина 70-х годов, была известна достаточно журналистка Тамара Чеботаревская. Она писала о театре, о кино, о такой, так сказать, части общественной жизни, была довольно популярным автором. Дело в том, что при выезде любого советского человека в командировке, соответствующее подразделение, которое курировало той или иной организацией, получало такую форму уведомления, она имела номер 27, и мне сообщало, что такой-то человек комментируется туда-то. Получил я такое уведомление о том, что Тамара Чеботаревская планируется в командировку во Францию на кинофестиваль. Мне интересно было с ней установить оперативный контакт, набираю телефон редакции, звоню ей, представляюсь, я вот такой-то, такой-то, вы такая-то. Она такая женщина была очень жесткая, ее в редакции не дали в лигу по этой причине. Она мне резко говорит, вы что, хотите, чтобы я не поехал? Я про себя думаю, ничего себе, главный редактор, человек, как его звали, Чайковский, член ЦК КПСС, герой социалистического труда, он сейчас снимет трубку, позвонит Антропову, меня в порошок затрубил. Я говорю, товарищ Александр, речь вовсе не об этом идет. Я бы просто хотел с вами познакомиться и переговорить. Если вы не будете возражать, мы смогли бы с вами увидеться. Дальше вообще интересная история. Условились мы встретиться в гостинице России, во всех центральных гостиницах были оперативные номера, где проводились встречи при таких установлений оперативных контактов и работы с агентурой, которая вновь была завербована. Потом переводились на явочные квартиры. И надо же было такому случиться, накануне я сломал ногу, то есть утром мы встречаемся, мобильных телефонов еще не было, по-моему, в 10 утра мы договорились встретиться. А у меня сломана нога в гипсе. Звоню дежурному по управлению, говорю, слушайте, мне машину будут дать, у меня такая в гипсе, а у меня важная встреча. Машин нет, если кому-то нужен. Но, как говорят, не было бы счастья или несчастья, Павел. Отец мой был инвалидом войны, у меня был Запорожье с ручным управлением, именно с ручным. И вот я, так сказать, беру отцовские костыли. Инвалидка называлась. Но инвалидки еще более страшные были. На трех колесах, потом на четырех, с брезентовым верхом, потом и Запорожье появился. Да, так вот сажусь на отцовский Запорожье, благо от Пресни до Держинки недалеко, с костылями. И вот такая картина. Сидит Тамара Александровна в коридоре на стучке, потому что я запаздываю. И я на костылях, так сказать, по этому коридору вот так вот вышагиваю. У нее лицо изменилось. Она говорит, что с вами? Я говорю, вы знаете, как в том известном фильме «Бандитская пуля». Я говорю, вы знаете, ловко вот так вот наступила, выгонила у нас в асфальте. И вот нога подвела. И вот с этого у нас, так сказать, начали с ней деловые контакты. И опять-таки так оно сложилось, как будто заранее все это как-то было предусмотрено. Конечно, нет. В составе советской делегации находился кинорежиссер Горасев, если я память не изменяет, который, как тогда говорили, изменил и обратился во Францию за политическим убежищем. Ездит Тамара Александровна, мы встречаемся. Она говорит, как вы знали, как вы предусмотрели. Я, честно говоря, мы не знали. Но именно потому мне необходимо было встретиться. А поводом, как я ей сказал, почему мы встречаемся перед поездом в Францию, я говорю, вы не хуже меня знаете, во Франции масса иммигрантских организаций, куда выехали иммигранты, которые выезжали еще после революции, во время гражданской войны. Они, естественно, представляют, проявляют интерес к советской творческой интеллигенции. Возможно, будут контакты, попытки, обработки. Ну, как в те времена, так сказать, все это оговорилось, обсуждалось. Но, одним словом, у нас установили с ней прекрасные человеческие отношения. Один из примеров. Я до этого и не знал. Возможно, вы-то знаете, театрал, так сказать, известный. Существовала в Советском Союзе, так называемый, по-другому не назвать, актерская ярмарка. Самая настоящая актерская ярмарка. Не знаю, знаете. Да, конечно. И она меня, не стесняясь, но меня, оперативного работника, молодого, взяла с собой. Мы с ней пришли. Я был шокирован. Там выкрикают. Любой, герой-любовник. И здесь толпы мужчин выходят. Ну, вы знаете, это тоже самое. Я был поражен. Я говорю, Тамара Александровна, вы, пожалуйста, напишите мне по этому поводу ваши соображения. Потому что именно, так сказать, и Пятое управление, и, так сказать, руководство КГБ беспокоено тем, что именно из числа несостоявшихся актеров, то есть получивших актерское образование, не нашедших себе применение, так сказать, формируется негативная среда. Они уходят, так сказать, в андеграунд. Соответственно, высказываются так, как они не устроены, высказываются антисоветские настроения. Для нас это важно знать. Она мне написала. Более того, прихожу однажды, может быть, даже как раз за этим документом, который она для меня составила, открываю ее кабинет, у нее большой кабинетик был. Товарищ Баннионис сидит. Но он был агентом КГБ. Да, да, но я тогда, признаться, об этом не знал. Вот. И она мне посмотрела, это мой стажер, вот, познакомьтесь, Владимир, мы познакомились и с ним. Вот я о том говорю, о той степени доверия, которым она в итоге ко мне прониклась. Я и раньше говорил, и упоминал как-то на одно из интервью по этому поводу. Я не был и не чувствовал, и на сегодняшний день могу честно для себя сказать, я не был гибистом. Не был. Вот не было во мне этой гнусности гибистской. Гнуть, ломать судьбы людей. Не было во мне. И я этим честно скажу, откровенно, гордно. Мне не стыдно обернуться на мою прошедшую жизнь. Вы заговорили об актерах. Вы знаете, Людмила Марковна Гурченко, мы с ней очень дружили, и она мне рассказывала уникальные вещи. И она мне однажды рассказала. Вот она, девочка, только снялась в карнавальные ночи, она уже звезда. И к ней подошли два чекиста. И говорят, ну, вы хотите помочь родине? Она говорит, да, конечно, я, говорит, я же воспитана на всем этом. Зоя Космодемянская, Олет Кашевой, я же за родину. Все, что угодно. Они говорят, ну, вот смотрите, тут на носу фестиваль молодежи и студентов 57-го года в Москве, и надо поработать. Она говорит, да, конечно, с удовольствием. Что? Они говорят, ну, приедут иностранцы, мы вам покажем, с кем спать надо, и там выведывать информацию. Она впала в ступор. Конечно. Она пришла домой. Она была тогда замужем за сыном репрессированного писателя Бориса Пельняка, Андрони Кашвили. А у него мама отсидела тоже в сталинских лагерях, и она рассказала своей свекрови об этом. Так, говорит, никогда, ты слышишь, не смей идти с ними на сотрудничество. И она отказалась. Ей сказали, мы думали, вы будете кушать хлеб с маслом, а вы будете кушать говно. И она мне говорит, и я это говно съела столько этого говна. И она мне говорит, Дима, ни одна актриса, ни один актер без сотрудничества с ними не ездили за границу. Никогда. Это было исключено. И вот Михаил Казаков дает мне интервью. И говорит, я должен покаяться. Я говорю, в чем? И он мне начинает рассказывать. Я был агентом КГБ. Я участвовал в таких-то операциях, в специальных операциях. И с консулом каким-то, и спал с женщиной специально по заданию КГБ и так далее. Слушайте, это же совершенно другой пласт. А что, действительно, ни один актер не мог уехать за границу без работы? Это преувеличение. Превеличение. Если на длительный срок, то однозначно да. А в краткосрочную командировку – нет. Нет. Попытки установления контакта, о котором я и говорил, это как бы повод человеку идти за границу. Можно познакомиться, посмотреть, как будут развиваться, так сказать, дальше отношения. Но то, чтобы поголовно, просто физически бы это было невозможно. Но я вот упоминал наш первый отдел, пятого управления, который курил, в том числе, творческую интеллигенцию. В нем было офицеров около 40 человек. Охватить весь, так сказать, этот пласт творческий было бы невозможно. Добрый вечер, друзья. И у меня для вас сюрприз. Посмотрите, пожалуйста, сколько разного шоколада. Вот он, вот он, вот он. Это шоколад, который называется Гордон. Есть черный шоколад, вот такой. Есть молочный шоколад, вот такой. Так вот, каждому, кто купит в магазине Гордон Шоп, любое одно наименование, бесплатно, в подарок плитка шоколада Гордон. Покупая в магазине Гордон Шоп, все связанное с Дмитрием Гордоном, помните, что часть денег оттуда идет на покупку дронов для наших вооруженных сил. Разведывательные дроны DJI Mavic 3Fly Combo. Друзья, жду вас в магазине Гордон Шоп. Желаю вам сладкой жизни. Но самое главное, желаю нам всем скорейшей победы над фашистской Россией. Скажите, пожалуйста, вот на чем вербовали? Я возвращаюсь к своему первоначальному вопросу. Идеология – да. Деньги, конечно, да. Деньги – это, прежде всего, успех в карьере. Потому, что те денежные вознаграждения, которые выплачивали, они были просто смехотворны. Но сейчас, наверняка, деньги играют огромную роль. Думаю, что да. Думаю, что да. Хорошо. Личная жизнь. Гомосексуалистов, понятно, вербовали прекрасно, правда? Конечно. Либо тюрьма, либо агент. Либо тюрьма, либо работа. А девушек подкладывали стабильно, правда? Да. Опять-таки, стабильно и нестабильно в зависимости от необходимости. Ну, либо сообщаем жене по партийной линии – все, и конец карьере. Да, либо… А вы видите виду для того, чтобы, так сказать, заербовать? Ну, да. Это тоже не исключалось, конечно. Это крах карьеры, без слов. Аморальный. Аморалка. Сейчас это тоже используется. Вот я хочу докопаться до истины, как вербовали людей, которые со временем становились президентами Украины, руководителями украинских спецслужб, министрами обороны. Вот на чем их вербовали? Деньги первостепенные или что-то другое? Я повторюсь, выращивали. Выращивали. Это своего рода парничок. Человек интересный, амбициозный, хорошо образован. Уже, так сказать, делает неплохую карьеру. Ему в этой сделанной карьере помогает. Завербовать человека, когда он уже, так сказать, он в этап, на самом верху, много сложнее. У него же свои амбиции. Он полагает, что он всего-то достиг и сам. И ему, так сказать, в ней какая-то невидимая помощь не нужна. А вот в период роста, да, безусловно, это очень важно. Поэтому, прежде всего, это выращивание. Вот вы сказали очень важную вещь. То есть, в моем понимании, да, я понимаю, что выращивали. И я понимаю, что потом одни тянут других, другие третьих. Эта система вот так опутывает все, правда? Лишних там практически не бывает. Да, да, именно так. Именно так. Вот опять-таки, возвращаясь к товарищу Януковичу, например, человек стал президентом Украины. Я хочу поговорить с вами как со специалистом в вербовке, который работал в Центральном аппарате КГБ СССР по этой теме. Вот парень из Янакиева простой, да, трижды судимый, дважды сидевший. Человек дважды отсидел за хулиганку. Выходит из тюрьмы. Становится членом КПСС. Руководителем крупного автотранспортного предприятия и ездит в капиталистические страны. Не просто в Болгарию или в Польшу. В капиталистические страны. Возможно, это было без КГБ, скажите? Нет. Однозначно скажу, что нет. Но вступление в КПСС – это уже, так сказать, одна тема. Это чистый партийный. КГБ, как правило, в партийные дела не вмешивался. А что касается выезда за границу, занятия определенной должности, безусловно, это было невозможно. Потому что, как я, возможно, помните, говорил, да и в книге своих писал, каждая организация курировалась определенным сотрудником КГБ. Относительно к какому-либо подразделению КГБ. И при приеме на работу, при слову этой анкеты, которые заполнялись, из кадрового аппарата в первый отдел, из первого отдела куратора КГБ. И тот рассматривал, если судим, зачем ему головная боль. То есть, он возьмет судимого, потом неизвестно, что на курируемом объекте будет происходить. С него же с этого работника спросят. Поэтому, безусловно, без вербовки, без помощи КГБ это было бы невозможно. А уж тем более, в последующем, при выезде в капиталистические страны. Вот еще почему. Во всех, начиная с Москвы, то есть, с Центрального комитета КПСС, во всех партийных инстанциях соответствующего уровня союзных республик существовали так называемые комиссии по работе с заграничными катами и выездам за границу. Куда сообщалось мнение подразделений КГБ о тех лицах, которые командируются, либо краткосрочно, либо на длительный период. Если компрометирующих материалов не было, тогда сообщали, что в отношении такого-то компрометирующими материалами не располагаем. Если компрометирующие материалы, в частности, с Единоковичей судимости, если они наличествовали, то должны были писать, что в отношении такого-то лица имеются сведения о том, что он был судим по статьям таким-то, таким-то, срокам таким-то, таким-то, какой-то выезд за границу. Потому что, опять-таки, те, кто решает в этой комиссии по выездам за границу и работают за гранд-кадрами, зачем ответственность за себя брать? Значит, просто об этом умалчивали. Вот, опять-таки, я сейчас скажу, что генерал Калугин, мы его уже вспоминали сегодня, давая мне интервью в Нью-Йорке, прямо сказал, он курировал в том числе и церковь в КГБ СССР. И он говорит, ну и патриарх Сеяруси Алексий и нынешний Кирилл, говорит, ну это все моя клиентура. Опять-таки, руководитель Украинской Церкви, Православной Церкви, Киевского Патриархата Филарет, мне говорит официально в интервью, говорит, ну в советские годы без КГБ ни один епископ не назначался. Ну о чем вы говорите, все было вот так. Теперь перекидываем мостик в сегодняшнее время. Путин проводит в Георгиевском зале Кремля торжественное заседание, говорит, дорогие товарищи, мы присоединили к России Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую область. И в зале вместе с руководителями России сидят руководители церквей этих областей Московского Патриархата. То есть вчера он руководил церковью Московского Патриархата Херсонской или Запорожской области в составе Украины, сегодня он уже сидит в Георгиевском зале Кремля. Сейчас один за другим стали проводиться обыски у руководителей областных московских патриархатов в Украине. Этот агитирует за Россию, этот за Россию. В Киево-Печерской лавре песнопение за Россию в разгар войны. Я возмутительно, просто возмутительно. Это фантастика. Скажите, это что, отдел ФСБ, что ли, Украинская церковь Московского Патриархата? Ну, это не отдел. Я о своих предыдущих книгах писал. И вот это прежде всего, почему церкви уделялось своему вниманию, и Сталин, так сказать, прозрел, с началом Второй мировой войны вспомнил о церкви, помните? И Казанский фронт, и облетали, так сказать, Москву, и все прочее. Вот. Это, прежде всего, орган серьезного психологического влияния на массы. Именно поэтому КГБ уделял этому серьезное внимание. И именно поэтому и Путин так стремился к объединению церквей Московского Патриархата и зарубежной церкви. Именно для того, чтобы иметь возможность влияния на массу людей, живущих в других странах, ну, и вся с этим, условно, Украина. По сути дела, да, это как филиал ФСБ, можно сказать. Безусловно, это не внешняя разведка, это ФСБ, прежде всего. Ну, вот теперь я подвожу к чему. Я начинаю потихоньку понимать Путина. Он собирается напасть на Украину, да. Ему говорят, и он это сам понимает. Значит, страна слабая, в раздробленном состоянии. Власть там переколошматились все уже. Политическая борьба обостряется. Наша агентура, думает Путин, сидит на местах. И церковь, и руководители спецслужб многие, и замы их, и в армии нашей, и в областях нашей. Не просто там полицаи, которых мы видим в занятых времен на областях россиянами. Ну, и руководители, вон Сальдо, например, с Херсонской области, он был мэром Херсона, он был депутатом Верховной Рады, губернатором, по-моему, Херсонской области. То есть, Путин думает, у нас же все под руками, все в порядке. В чем же тогда роковая ошибка? Ну, я думаю, что прессу недостаточно серьезного анализа спецслужб, как внешней разведки, так и ФСБ. Потому что наличие агентуры и то, что у нас вообще-то, опять-таки, как правило, когда получались ранее, ну и то же самое, конечно, это практика с Херена, серьезные агентурные материалы о каких-либо политических тенденциях, с попыткой прогнозирования этих возможных политических каких-то изменений и влияний, перепроверяется такая информация. Здесь, по-видимому, этого попросту не было. Все это воспринималось на ура и вливалось в уши то, что Путин и хотел слышать. Да, там все нормально, как вы говорите, кругом, так сказать, наши, все будет хорошо, придут нас, как в Крыму. Освобождение Херсона украинскими войсками в недавние дни показало, как оно на самом деле. Народ ликует, ликует и из Тайникова достают украинские флаги. Идиоты, что вы начали? Я имею в виду Путина и Россию в его лице. Мне очень интересен ваш анализ. Скажите, а что вот сейчас происходит вообще вокруг Путина, в окружении Путина? Все-таки эти люди, они же хорошо жили, хорошо не то слово, особенно до 2014 года. Они купались в роскоши, они ездили куда хотели. Им были везде рады в любой стране мира. У них были тайники, припрятаны бабки везде, где они только пожелали бы. И цены на нефть потрясающие, и все хорошо. Но эта имперская моча ударила в голову их лидеру. И для них все, конечно, обернулось, ну, навернулось медным тазом. А что сейчас они думают? Они понимают, что им надо бороться прежде всего за свои деньги, за сохранение денег и за жизни своей и своих близких. Они понимают, что дело катится к развязке. Они понимают, что с Путиным надо что-то делать. Или они в страхе и вообще думают, да что будет, то будет. Я думаю, настроения, возможно, различные. Начиная с того, что будет, что будет. Путина, безусловно, они сейчас все ненавидят. Однозначно. Жизнь порушила им. Они жили сытно, благополучно. Действительно ездили куда хотели. Дети учились за границей. Активы за границей. А теперь отнимают эти активы, яхты. У Исмаилу, у Усманова конфисковали, знаете, наверное, в Испании картины дорогостоящей всего, яхты. У Чемизова, он пытался из Испании угнать свою яхту, своему с ним один миллион. У него не получилось. Безусловно, они и Путина ненавидят. А вот что делать, я думаю, они не знают. Какого-либо вменяемого для них лидера среди них нет. Они его не видят попросту. И, конечно, наверное, испытывают опасения то, вполне естественное, что будет после Путина. Лично я прогнозирую, и дай бог, чтобы я в данном случае ошибся, что как бы не было хуже. Потому что если такой условный яхты или Патрушев, или ему подобный придет к власти. Потому что проблема еще и заключается в том, что если сейчас, с одной стороны, российское население, безусловно, будет радо, если кто-то найдет смело сказать, что мы войну прекращаем, мы возвращаем все территории незаконно захваченные. Правда, здесь возникает вопрос еще и контрибуции, которые, безусловно, России придется платить. С одной стороны, вроде как, радость в том, что война остановилась. А что потом? Поэтому не исключен, так сказать, жесткий вариант после ухода Путина. То есть, не ослабление всей этой напряженности, войну все равно не проиграет, кто бы там ни был. А вот как оно будет развиваться дальше, просто прогнозировать весьма сложно. Потому что, опять-таки, видимой фигуры, значимой, среди них нет. И помимо них никто не просматривается. Согласитесь. Хорошо. Судьба Путина. Вот как вы считаете, что дальше с ним будет? Он по-прежнему останется у руководства России или его сметет эта волна, которая уже, мы видим, она нарастает, нарастает и может дойти до девятого вала? Не хотелось бы ошибиться. Совсем недавно я высказал, так сказать, публично, в частности, в переписке с моим многолетним соавтором Юрием Филисовским. Я сказал, что я отвожу время и Путину, и этой гнусной агрессии максимум до весны. До весны. Что там будет дальше пока? Почему? Давайте расшифруем. Почему? Потому что, совершенно очевидно, Россия войну проигрывает. Проигрывает. Проиграет она войну. Ну, те же, так сказать, мобики, как у вас в Украине их называют, они не решат эту проблему, хотя бы потому, что они начинают с недостатка экипировки, вооружения, ужасных условий, в которых они находятся. Мотивация. Мотивации попросту отсутствует, изначально. Попросту. Если ваша армия героически сражается за свою территорию, именно героически, вот, а этим-то за что воевать? Не хотят. Плюс за спиной у них стянающие жены, матери и дети, стремящиеся их любыми путями вернуть обратно домой. Вот. Поэтому выигрышения, так сказать, никакого у России не будет. И поэтому, я думаю, что с каждым месяцем эти тенденции будут усиливаться, и положение России, именно военное положение, будет день до дня ухудшаться. И что, к Путину кто-то придет из товарища и скажет, Вова, пора заканчивать, или как это будет? Неожиданно заболел и умер. Помню, как в фильме «Споткнулся» гипс. У него было слабое здоровье? Слабое здоровье. Измучился на таком тяжелом посту. Тяжелая международная обстановка. Друзей нет. Плюс война. Вот надорвался Вова и в одночасье умер. Какие еще возможные варианты? Думаю, других нет. Либо он действительно таким образом подсчит. Но сам-то он не уйдет от власти, потому что он понимает, это крах полный его и политической жизни, и физической. Как только он уходит от власти, они и сейчас сочтены уже. А уйдя от власти, он просто обречен. Он и сейчас, правда, обречен. Но тогда этот процесс ускорится. Кого вы видите сегодня вместо Путина на вершине российского властного олимпа? Признаться, никого. Как это ни странно покажется. Красиво. Велика Россия, а поставить некого. Да, совершенно верно. Более того, он настолько старательно вытаптывал и вытаптывал оппозицию людей, когда действительно достойных. Ну, да, только два примера. Навальный, Корзамурзам Владимирович, младший, честные, так сказать, люди, здравомыслящие. В тюрьмах сидят. Сколько их таких? Не знаю, смогли бы они, так сказать, оказаться на этом посту и были бы эффективны. Трудно, так сказать, это предугадать. Но в любом случае, видимость вот такая действительно. Никто не просматривается. Хотя эта серая мышь выскочила неоткуда. Кто мог подумать? Поразительно, да? Да. Ну, так сказать, Троцкий называл в свое время выдающие бездарностью Сталина. Да. А в итоге стал тираном. Да. Выдающий. Русский народ, российский народ. Вы знаете, при том, что мне казалось, что я знаю российский народ, много поездил по России и встречался с разными людьми, от самых великих и выдающихся до простых, обычных вообще крестьян и рабочих, я не предполагал, что они окажутся настолько рабами. Но, очевидные какие-то вещи, на Россию никто не нападал, никто Россию не трогал, Россия напала, Россия зверствует, жестокость проявляет, бомбит мирное население, сейчас бомбят инфраструктуру. Это кошмар вообще. То есть, вы пришли, вы рассказываете о прелестях русского мира, что же вы нам, пожилым людям, детям, приносите этот русский мир в виде отсутствия света, тепла и воды. Это фантастика. Сносите кварталы жилые. Российский народ, вот он безмолвствует, он вообще безмолвствует. Они только чуть-чуть начали роптать, когда их мужей и детей, и сыновей начали призывать в армию, мобилизировать, мобилизовывать. Только чуть-чуть начали роптать, и то им рот заткнули, и они замолчали. Получают деньги за погибших мужей, да, и детей, и сыновей своих, покупают белые лады. И живут дальше, как ни в чем не бывало. Что это за рабство такое? Оно на ментальном уровне. Я свою точку зрения на этот счет выскажу. За все те столетия арабские, которые были в России, относительно, так сказать, современной истории, не так уж это давно, вроде бы, как было отменено крепостное право 1861 год. Чуть-чуть 100 лет небольшим, хотя сменились поколения. Арабский этот менталитет, он так и сохранился. И почему изверствует российская армия, мое убеждение, именно по своей рабской сущности. Потому что раб ненавидит и себя, и свою жизнь, и все, что вокруг него окружает. Поэтому ему рушить, убивать, ему, более того, он тем самым испытывает определенное удовлетворение. Мне хреново, пусть и всем будет хреново. Вот вроде того. Иным не объяснить. Если вспомнить историю российскую, погромы помещих, усадьб, нередко они имели школы для детей и крестьян, и больницы, где они лечились, уничтожение фабрик и заводов, получали они зарплату, которую никогда советский рабочий не достиг по уровню зарплаты, которую получали рабочие, работавшие в Циатской России на заводах. Я уж не говорю о крестьянстве, а обо всем прочем. Отсюда и выражение русского бунта. Бессмысленного и беспощадного. Он говорит, и бессмысленный, и беспощадный. Крусты и все вокруг, и все. В ваше время комитет государственной безопасности СССР находился все-таки в авангарде событий и преобразований, и реформ. Можно что угодно говорить, но реформы начал первым в СССР Андропов. И реально продолжил их Горбачев, который был выдвиженцем и ставленником Андропова, а значит КГБ СССР. Именно КГБ вел Ельцина. Именно КГБ устраивала борьба Ельцина с Горбачевым. Они курировали по сути обоих. Именно КГБ, предчувствуя развал Советского Союза в 1991 году, начал в 1989 году выводить миллиарды долларов денег коммунистической партии за рубеж, организовывать совместные предприятия на талантливых людей с иностранцами и так далее. Оттуда и появились первые миллиардеры, многие из которых были комсомольцами и сотрудниками комитета. Что бы сегодня в сложившейся ситуации в России делал бы Советский еще комитет госбезопасности? Давайте смоделируем ситуацию. Вот вы влияете на события, вы руководите КГБ или ФСБ сегодня. Что бы вы делали с ситуацией в России с войной и с Путиным? С Путиным и с войной. Ну, прежде всего, я бы отметил, что любая специальная служба – это инструмент политической власти. Какая политическая власть – таков инструмент. Крайне редко бывает так, что спецслужбы восстают против той партийной верхушки, которая ими правит. Бывает такое. Крючков восстал в 1991 году. А потому что уходила власть, земля из-под ног. И хотя, так сказать… Ну, извините, Семичастный восстал против Крущева. Ну да, потому что, опять-таки, он знал, что существует против Крущева политический заговор. Тогда уже он зарождался. Потому что своими волонтаристскими действиями он всех утомил. Постоянные реорганизации, совнаркомы и прочее. Но именно КГБ возглавил заговор против Крущева. КГБ. Ну, если бы… Думаю, не совсем так. У КГБ прессе были… Как мне представляется, я, конечно, не настолько, так сказать, знаком с этой ситуацией. Просто могу смоделировать это. У Семичастного, он и говорил об этом, что у него были контакты с Брежневым. И именно Брежнев, зная, так сказать, все перипетии подготовки свержения Крущева, его и убрал потом. С тем, чтобы, так сказать, ну, как бы не оставить нежелательного свидетеля. И человека, который, в общем-то, приложил серьезные усилия для того, чтобы Брежнев и занял этот пост. Ну, давайте я чуть раньше пойду. Именно служба безопасности в лице Берии убрала Сталина. Опять-таки, почему? Потому что тиран, выживший из ума, бронировал очередные чистки именно в Верховной. И у них не оставалось выхода. Да. Думаю, что да. Хотя, опять-таки, помимо Берии, там абсолютно точно присутствовал в этом заговоре тот же Хрущев, Булганин. Маленков и Булганин, конечно. Да. Но это те редкие случаи. Опять-таки, когда жизнь заходит, вопрос возникает жизни и смерти, то идут во все тяжкие. Другого не остается. Хотя, безусловно, в особенности в случае Сталина, они рисковали жизнями. Они понимали, либо они его, либо он их. Хорошо. Смоделируем ситуацию. Вы руководитель ФСБ. И вы понимаете, что все летит к чертовой матери. Ваши действия. Пулю в голову. Я сказал, вы не раз нашли. Не дай бог. Я думаю, что они тоже сейчас крутятся, как говорят, уш на сковородке. Именно крутятся. Они же не глупые люди. Там всегда работали и работают. Они понимают, куда все идет. Но куда Вову пристроить, они тоже не знают. Не знают. Ставлинки-то они его. Я не думаю, что там большое количество зрелых сил внутри ФСБ, либо внешней разведки, которые могли бы серьезно повлиять на эту ситуацию. Не думаю. Попросту быстренько задушат все это на корню. Как вы оцениваете роль Пригожина в сегодняшней России? Ну, это своего рода, как бы это сказать, может быть, несколько утрировано и преувеличено. Своего раз Путин притронет. Ну, раз есть Путин, значит, есть и Распутин. Ну, конечно. В данном случае, да, хороший каламбур, действительно. Со своего рода Распутин, который чинит что угодно, создал, по сути дела, свою собственную армию. Более того, как было справедливо как-то отмечено, что при наборе заключенных в армию нарушаются все существующие законы. Их при этом не реабилитируют, с них не снимают судимости. Не реабилитируют? Нет. Нет. Их просто берут из тюрьмы и на войну. Если отвоевал, не погиб, ну, тогда, возможно, реабилитируют. То есть, он оправдал, искупил свою вину. А на момент извлечения из места отбывания свободы и пребывания на фронте, они по-прежнему судимы. Гениальный вообще план. Разгрузить российские тюрьмы. Почистить население таким образом. Фантастика. Как недавно сообщалось, на 23 тысячи заключенных стало меньше в местах лишения свободы России. Но немало уже. Ну, немало, конечно, уже и погибло. Ну, куда? Ну, пойду. То их кормить надо. Правда, и там кормить надо, но там их убогу кормят, что перепадет. Вот. Ну, таким образом. Смотрите, на сегодня уже практически 85 тысяч погибло россиян в Украине. Я уже не говорю о большом количестве изувеченных инвалидов, без рук, без ног, потерявших конечности. Скажите, сколько еще нужно жертв среди россиян, чтобы российский народ начал о чем-то задумываться? Тугодум российский народ. Сколько потребуется времени, сказать, трудно. Хотя война теперь уже, если раньше, так сказать, россияне в определенной степени для себя ощущали как бы достаточно удаленно от них, хотя теперь она практически в каждую семью постучалась российскую в виде похоронок, в виде пребывающих с войны искалеченных. Вот. То есть задумываться они, задумываться. Но настолько это инертный народ сам по себе. Не будут они на улицу массово во всех городах России с протестом. Не выйдут. Но не выйдут. К сожалению. Я не знаю предела терпения этого народа. Не могу его соразмерить. Любой другой народ вел себя, конечно, по-другому. Начиная с Украины, с вашего Майдана. Когда вы не согласились, вы вышли на улицу и свергли, по сути дела, власть, та, которая не устраивала. В России это невозможно. На сегодняшний день, по крайней мере, я не вижу таких возможностей. Сегодня как раз годовщина Майдана. Сегодня 8 лет Майдану получается. Слава Украине. Да, героям слава. Вы знаете, конечно, поразительно. Американцы, вы помните, как протестовали против войны во Вьетнаме? Какие массовые протесты были? В результате правительство прислушалось, прекратило эту войну. Здесь все тихо. Ну, это Америка. И мало того, что демократическая страна, страна, которая в свое время воевала за свою независимость от Британской империи и добилась этого. А в России, матушка, все идет, кстати, подокатанно. И катится куда-то, и катится. То, что произошло в 1991 году, это просто удивительное явление. И, опять-таки, массовые протесты были только в Москве, по сути дела. В НТО. Да, да. Именно так, да. Но только в Москве, а больше-то нигде. Как вы считаете, Путин способен использовать, применить ядерное оружие по отношению к Украине? Думаю, да. Ого, да? Да. Да. Один из полит, не помню, кто из этих, так сказать, деятелей на российских ток-шоу. Я их не смотрю. Просто фрагментарно то, что мелькает интересно на интернете. А, сейчас скажу. По-моему, Клинцевич его фамилия. Да, есть такой, Франц. Тоже ясный. Он сказал, при том количестве враждебных нам настроенных стран, я попытаюсь фактически дословно его процитировать, что даже доктринальное упоминание о возможности применения ядерного оружия вполне допустимо. То есть, это в их безумных головах есть. Но, безусловно, если, не дай бог, такое и случится, они получат соответствующий ответ. А какой? Ядерный от тех стран, от стран НАТО. НАТО и США, безусловно, не оставят этого без внимания. Вы можете себе представить, что вооруженные силы США будут бомбить Кремль? В случае ядерного удара со стороны России я допускаю эту мысль. Вот так даже? Да. Американцы могут убрать Путина физически? Сложно. А как к нему подобраться? Ну, как? Тяжело подобраться? Ну, это только в том случае, если в ближайшем окружении найдется какой-то, так сказать, вот такой инициативный человек, который, ну, условно, я условное, так сказать, построение выскажу, который выходит на контакт, добровольно выходит на контакт с американскими светслужбами и говорит, вы мне помогите, а я воюку, так сказать, уберу. Только так. А так ФСО, огромная, так сказать, организация, которая его охраняет. Все его, так сказать, резиденции, условные бункеры, в том числе повара, как он сам признавал, это еще со времен Советского Союза, известно, все военнослужащие, так сказать, в данном случае ФСО раньше 9-го управления. Крайне сложно подобраться. Ну, к Сталину же подобрались. Верхушка. Верхушка. Хотя, верхушка, я думаю, что им крайне недовольна на сегодняшний день, но я не думаю, что они настолько готовы, так сказать, его скинуть. Может быть, они будут заводить до критического момента, сказать, что с тем, что все списать на него. Это вот Путин, мы-то хорошие, а это вот он. И сохраните нам и жизни бабки, и мы его скинем. Да, да, да. Такой вариант вполне возможен. Как вы думаете, сегодня американские западные спецслужбы работают с окружением Путина? Конечно. Трудно сказать, насколько эффективно, потому что, опять-таки, не так уж просто подойти традиционно, как и Советский Союз, так и нынешняя Россия. Достаточно закрытое общество, особенно сейчас, находясь в изоляции. Чисто физически, так сказать, сложно с ними подойти. Я представляю, под каким колпаком, хотя это традиционно было, но, тем не менее, в особенности сейчас, находятся американские спецслужбы. Для того, чтобы устанавливать. Нередко для установления первоначальных контактов использовались во всех странах это одинаково. Приемы в посольство, по любому поводу. Какие-то знаменательные даты, приемы в посольстве, фуршет, разговоры вроде как ни о чем. И устанавливается первоначальный психологический контакт. Сейчас это невозможно, поэтому нужно выходить вовне, а вовне все под контролем. Служба наружного наблюдения, другие технические средства. Поэтому выйти в особенность на окружение Путина довольно сложно. И плюс, они не выезжают за границу. Если бы они выезжали за границу, хотя бы в условиях за границу такие контакты можно было бы защищать. А теперь этого нет. Поэтому чисто физически к нему подобраться сложно. Сложно, но можно. Ну, если есть желание, всегда можно достигнуть желаемого результата. Я добавлю, и нужно. И можно, и нужно. Владимир, я вам задам напоследок вопрос. Вы оптимист? Вы остаетесь оптимистом? Да. Я по этому поводу хочу сказать следующее. Я предполагал, что последует, так сказать, завершающий, а не последний завершающий, так сказать, вопрос интервью. Я хочу, так сказать, несколько цитат по этому поводу, так сказать, привести. Вы, конечно, помните замечательного тренера по баскетболу Александра Гомельского. Да, я с ним знаком был, конечно. Я не удивлюсь, который, однажды, увидев игру в американский футбол, сказал, народ, который играет в эту игру, победить невозможно. Я перефразирую Гомельского и скажу следующее. Народ, который поет, как Леси Никитюк, ваша, «Сэйсон» про русский корабль, победить невозможно. Невозможно. При этой тяжелейшей войне такие оптимистичные песни, задорно звучащие, ничего они с вами не сделают. Ничего. Что касается моей книг, вы упоминали, вот еще одна книга, возможно, вы ее видели. Она у вас в Киеве выдержала 4 изна. Можно выше поднять, чуть-чуть выше. О, ага. Да, «От красного террора до мафиозного государства». Насколько мы смогли с моим многолетним соавтором Юрием Финчицким, мы попытались проследить этот путь именно от красного террора до мафиозного государства. 4 издания выдержала эта книга у вас в Украине. Третий тираж сгорел в Харькове во время бомбардировки типографии. На сегодняшний день, помимо Украины, она вышла в Литве, буквально днями выходит в Польше, через несколько недель в Испании, в январе, в феврале в Англии, и какую-то еще страну забыл, в начале следующего года также она выйдет. То есть, так сказать, идет эта книга. Остаюсь оптимистом, насколько это возможно, и полагаю, я опять-таки повторюсь, что вы победите. А вместе с Украиной победит весь цивилизованный мир. Поставив, наконец-то, так сказать, и указав России на ее место, что, как Обама ответил, хотя возмущался и Путин, и ряд российских политических дистантов региональной державы, пусть она и будет региональной державой. Я и раньше предрекал это, много лет я об этом говорю, кстати говоря, в одном из интервью тоже несколько лет назад к киевскому изданию обозревателя сказал, рано или поздно Украина, ой, простите, Россия распадется. И, так сказать, это вызвало удивление, я этому глубоко убежден. И вот сейчас эта тенденция наиболее очевидна. Более того, если я не затягиваю время интервью, нормально. Нет, нет, пожалуйста, с удовольствием. Более того, так сказать, центр, то есть Москва цинично переложила снабжение тех, кто мобилизуется на регионы, и это дополнительно ложится тяжелым временем на бюджеты этих регионов, что не может уже вызвать негодование как у простого народа, так и у элит региональных, которые скажут, да хватит нам кормить эту Москву, давайте мы будем жить сами по себе. И рано или поздно к этому все и придет. А способствует это будет мощно сражающаяся Украина. То есть, прошлое никогда не может победить будущее, правда? Абсолютно. Абсолютно. И более того, тот, кто не помнит о прошлом, обречен на несчастное будущее. Спасибо вам. Спасибо вам, Дмитрий. Вам всего доброго. Я понимаю, в каких сложных условиях живете не только вы, конечно, а все киевляне. Дай бог, что все, так сказать, это возможно быстрее закончится как для Киева, так и в целом для Украины. Счастья вам, добра, всего самого доброго. Спасибо взаимно. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.